всем привет друзья не успела я вчера выставить вам свое новое видео и рассказать о том что у меня в принципе ничего в квартире не случилось ничего особенного не произошло ну и получается я наверное слишком поспешила потому что оказывается случилось и вот именно сегодня я об этом вам подробно расскажу и все все покажу вот смотрите это моя дверь входная и вот здесь вот наверху в углу видите там конечно не очень длинно но видно вот протечка видите сырое да если бы конечно мне моя соседка не сказала я бы конечно и не посмотрела чем не я же не разглядываю каждый раз эти все углы да и вот смотрите что происходит я конечно же вышла сразу сюда и посмотрела оказалось что и здесь протечка вот она в углу здесь даже сильнее видно она здесь меньше но видно и она как раз на мою стену это моя стена как вы понимаете вчера вот соседка пришла ко мне которую я вам рассказывалось со второй квартиры румынка она работает она работает и она мне стучит и говорит а вы не в курсе кто у нас сломал вот этот вот козырек над входной дверью посмотрите что происходит здесь вот видите столбик деревянный белый а здесь столбик сломали вот он 1 2 3 и преспокойно его сюда вот выставили вот он ну понятно что знаете это все уже конечно старая но он такой довольно тяжелый он такой вроде еще не не прогнивший вот кто-то я не знаю опёрся что ли здесь этот столбик сломали сорвали рядышком поставили и теперь пойди найди кто это сделал и вот значит мы с соседкой это возможно обсуждаем и она мне говорит а вы вообще-то попробовали связаться с нашей лэнд лордой леди лордой вот джулия ее зовут вот посмотрите да я уже ей посылала все это вот видите тоже все тут обсыпалось все поломалось и конечно вид всех этих я не знаю всего этого нашего входа который здесь поломан уже несколько лет вот вот чего так сложно вот этот вот столбик второй здесь укрепить и поставить как и здесь нет сто лет никому не надо вот он валяется здесь на этот кусок отломанный от забора и все то есть вот понимаете вроде как кажется что эти англичане они такие все додельники они такие молодцы но тем не менее вот если вот такой вот общий дом где должен был но ленд лорд следить никому дела нет вот этот вот по моему тоже скоро обломится вот и вы представляете что за все это безобразие тут ведь вот если посмотреть еще и козырек этот козырек уже давным-давно без стекол видно вам вот здесь эти стекла грязные поломанные они еще остались а вот эти два без всяких стекол стекла тоже когда-то были на голову высыпались вот кусок без стекла ну в общем понимаете просто это просто я считаю свинство полное и вот моя соседка стала с ней разговаривать а ее юлия это лэнд леди она просто проигнорировала на это она мне не отвечает уже вторую неделю поп как с ней разговаривать это ж только сообщениями эсэмэсками или и или почтой электронной и вот приехала я со своего очередного путешествия и мне что-то стало здесь все не нравится я решила сделать перестановку но сначала же надо все убрать надо все прибрать раскардаш как мне кто-то говорил знаете люди любят смотреть больше всего люди любят смотреть на падающую воду на горящий огонь и на работающего человека есть даже ролики такие классные как показывает как там убирают в срач в квартирах быстро быстро на ускоренной съемке короче я думаю но раз уж я затеяла тут все это убирать то я давай-ка сделаю какую-то перестановку отодвинула диван от он стоял здесь близко к окну вот а я знаю что англичане вы знаете они вот не любят когда у них стоит мебель прислоненная к стенке вот как тот мой диван к примеру да вот и это самое я думаю может правда отодвинуть и проход будет как ну на будет все тут это посмотреть хорошо ну и потом может быть как-то по-новому выглядеть будет квартира я вот этот вот естественно вспомнила свой красивый напольный торшер он стоял у меня здесь в углу бог знает сколько времени может быть даже кто-то помнит как я однажды имела неосторожность у меня красивые шторы здесь висели белые с золотым и они мне мешали я решила их немножко поднять и вот так вот забросила на эту лампу забросила забросила на лампу наверх и уже сидела часа два пока не завоняла в общем сожгла огромную дырку а вообще эта лампа она знаете такая очень удобная здесь вот и этот есть вниз и наверх тоже она дает хороший свет и цвет у нее красивый такой латунный в общем что вот она у меня здесь в углу и стояла потому что у меня были проблемы помните с этим углом здесь у меня стоял шкаф шкаф вот этот кстати шкаф вот он я его переставила в этот угол потому что этот угол внутренний надеюсь что там у меня ничего не отсыреет и когда я отодвинул этот шкаф я увидела страшное дело здесь все черным мхом поросло и вот я это все отмыла я это все перекрасила очень долго еще и с медным купоросом и в общем там наверху я смотрела следила чтоб ничего тут не было вроде когда а здесь вот он у меня такой стоит и вдруг когда ко мне пришла соседка и вот это мне все показала я же стала смотреть все углы у себя во первых там нашла показала вам на протечку во вторых стала здесь смотреть отодвинула но я даже не потому что я стала смотреть а я просто решила же говорю вам все переставить я отодвинула этот торшер и что вы думаете я здесь вижу я здесь вижу вот такое вот сырое пятно вот не знаю видно вам нет ну вот оно такое сырое а дальше нет пятна почему-то только вот здесь только вот здесь вот она тянется 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 и практически до самого низа видно плохо но не знаю я сделала фотографии сразу своей этой лэнд леди еще опять же в общем я конечно ужасе как это могло так случиться и я помню что мне соседи мои снизу жаловались что у них откуда-то протечка они вот протечку обнаружили вот здесь под окном и даже там у меня была была в связи с этим целая история они пришли тут рассматривали мои батареи может быть здесь что-то протекло представляете но ни у кого не возникло подозрения на то что это протекает угол и вот он так странно протекает его практически не видно и он туда вниз и наверное дальше уже к соседям здесь по стене короче в общем весело да вот ну это я написала своей лендлорд хозяйки как я уже сказала она у нас берет 200 фунтов в месяц но это огромная просто огромная сумма если кто-то не не знает не в курсе я могу сказать что даже в самых красивых домах шикарных с такими парадными красивыми подъездами с коврами в подъездах есть такие огромные парадные чуть ли не со львами там перед входом викторианского стиля дома так вот там тоже эти дома они на несколько квартир вот как и наш этот дом принадлежат лендлордам и люди там платят 80 фунтов в месяц от силы 100 вот а мы представляете вот за это вот безобразие мы платим 200 не главное что толку то никакого ну ладно это я вам попозже расскажу как там что дальше произошло с этой истории с протечкой хотя не уверена что там что-то вообще-то будет это это мрак наверное получается что мне тоже надо продавать квартиру потому что вы же понимаете что сейчас произошло в этой в этом доме четыре квартиры и из них я осталась которая сюда въехала в самом начале остальные все свои квартиры продали и все новые заселились соседи не знаю но там соседи все с деньгами которые заселились вот последняя бабулька моя вот здесь она через стенку жила вот этот вот у нас совместный камин с ней ну и она тоже благополучно переехала так ладно я почему вам рассказываю показываю потому что первых давно не показывала во вторых знаю что у меня многие любят приходить ко мне в гости и чтобы я показывала поподробнее что у меня происходит ну вот я и рассказываю поподробнее так вот я значит что решила думаю так я перестановку я с этого начала хочу перестановку сделать и думаю уберу ка я вот эту вот лампу здесь не люблю я себя на камеру снимать но вот специально для вас я сняла себя немножко на камеру вы видели да хотя знаете все по-разному сейчас начнут опять про возраст чаще всего он я оставила даже видите внизу в правом нижнем углу именно дату этой фотографии чаще всего вы знаете на фотографиях все равно человек выглядит лучше чем на видео конечно самое главное это как ты сам себя ощущаешь твое внутреннее состояние вот вы знаете интересно очень для меня эта тема тема возраста и я бы хотела вы знаете об этом с вами поговорить в следующем видео обязательно я хочу откровенно с обо всем обо всем об этом поговорить вот и получается наверное что даже вот это вот маленькая хотя она она же видите она сюда не подходит она ведь такая utility на utility room вот это это жирочка ну в принципе как говорится кто не скажет один не скажет другой не догадается вот мне кажется что вот так даже лучше хотя не знаю прям не уверена вот этот вот стол вы знаете он же старинный он же тоже чип и дейл у него витые ножки и он такой плотный он из дуба он классный это мне единственная мебель досталась от на того дома из того дома в котором мы с мужем жили вы знаете что там получилось так что мне разрешили взять только то что было у меня в моей спальне ну и вот этот вот столик тоже он на кому-то знаете может быть ретро типа антик кому-то может быть даже и нравится мне здесь к моему интерьеру он абсолютно не подходит короче я буду думать дальше ну раз уж я пошла тут вокруг на разведку показываю вам вот видите здесь написано sold продана такая вывеска обычно это вот эта нижняя квартира здесь продана вот ну и вот эта вот история конечно же что здесь сейчас приезжают куча мужиков ремонтируют вот эту вот квартиру видите я вам показывала из окна и они вот там вот паркуются а это тоже парковка вообще нет ни этого дома нашего дома вот парковка две машины два автомобиля кстати о парковке немножко я вам тоже по подробнее объясню вот это вот парковка место там а в для трех автомобилей и это было именно наши три квартиры не считая вот соседа мимо которого квартиры я сейчас шла как раз и у него там огромное место парковочное возле двери а у нас нету видите только садики там и и газоны у остальных трех квартир и поэтому там как раз было место для трех автомобилей наших и что вы думаете все кто покупали квартиры в 4 квартиры в нашем доме всем сразу в стоимость квартиры входила и вот эта парковка кроме меня а с меня за эту парковку попросили дополнительно сначала две с половиной тысячи а потом благополучно еще и шесть с половиной тысяч я вынуждена была отказаться от парковки потому что у меня таких денег на тот момент не было я еле-еле нашла наскребла квартиру купить и вот вы знаете опять я до сих пор ума не приложу а почему именно только с меня попросили дополнительные деньги может быть потому что я иностранка что ли вот как то понимаете англичане они такие вроде лояльные вроде так вот все нормально но все равно никогда они не примут иностранца в свое общество на любом уровне вообще я стараюсь эту тему вообще не затрагивать избегать ее она очень сложная и можно сказать наверное так о любом обществе никто не хочет принимать иностранцев это такая тема очень интересная и специфическая пасхальник да назвали мне его пасхальник да друзья спасибо всем кто объяснил и рассказал чем декабрист отличается от пасхальника наверное да и кстати у меня тоже был еще розовый и другого красного цвета более насыщенного и еще был белый обалденные ну вот вы знаете он конечно еще немножко сбросил я уже боюсь его трогать я его не шевелю мало ли что вот но вот вы говорите что он такой чудесный красивейший сейчас я вам попробую найти какой у меня до этого был красивейший действительно вот такая красота сегодня у меня цветет я собрала два вместе декабриста помните тоже те кто смотрит мои видео постоянно я рассказывала что у меня очень красивого красного цвета есть декабрист а другой у меня розовый он цветет именно в декабре а этот очень необычный и потом вот видите даже они немножко вот не знаю как камера вам передаст или нет вот этот немножко такой красный чуть-чуть поярче а вот этот красный чуть-чуть послабее как бы даже больше оранжевый и еще удивило то что эти цветы они все-таки отличаются вот от обычных декабристов потому что открывается полностью цветок у них а это вот мой старичок такой который сейчас меня совсем совсем ну и я его вот брызгаю все время знаете вот этим вот раствором с перекисью водорода но там на литр воды или на пол литра воды чайная ложка перекиси водорода обычной и цветы чувствуют себя великолепно поэтому я так как вам понравился мой цветок его еще раз и показываю скорее всего он оживет мне тут кто-то сказал срочно оборвите все цветы потому что цветы они тянут жизнь они соки тянут и и он может не выжить не но 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 друзья нету но у меня рука не поднимется брать цветы я знаете что согласна с вами конечно тех кто так говорит я обычно обрываю вот такие вот стрелки вот видите меня вот это суккулента она пустила стрелу очень часто и вот такие вот цветы которые ничего из себя красивого не представляют я конечно же сразу обрезаю чтоб они не тянули тут действительно этот сок и всякие разные соки да еще проба бары называется ну вот вот обрываю без сожаления хотя может быть и тоже пусть бы цвел не знаю я друзья уже ничего не знаю а на улице дождь шел грандиозный вы видели у меня там все окна запотели холодно плюс 10 необычно холодно непривычно везде очень холодная и затяжная весна и это самое так я дома вот убираюсь и хожу наблюдаю по окнам так вот вот это вот моя обстриженное дерево кто-то сказал что он упустит ветки и будет еще хуже и все закроет вот насколько я вижу никаких веток вот эти спиленные пенечки маленькие они никаких новых веток не дали может быть дальше дадут носить но по-моему вот судя по тому как сейчас это выглядит ничего тут уже не вырастет внизу это вы видите плющ обвел это все почему они плющ там не обрезали я уж не знаю но это не мои дела вот а вот уже деревца деревца зазеленела у нас липа все с ней в порядке и все хорошо кстати случайно нашла видео это видео март двадцать первого года представляете посмотрите вон оно попался сюда мой этот цветок я называю денежное дерево это значит он за два года у меня такой выбухал это как раз цветок с которым я вот и бегала сегодня целый день но на сегодня у меня для вас все друзья пожалуйста не забудьте поставить лайк кому понравилось это видео всем пока пока пока